Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также, друзья, я напоминаю, что полным ходом идет набор на базовый сценарный курс нашей сценарной мастерской. И если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите, пожалуйста, по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Так, народ потихонечку подключается, сразу хочу предупредить, что я сегодня снова с мобильного интернета, у нас продолжается ремонт в доме и периодически отключают то свет, то интернет. Вот сегодня интернет отключили. То есть, ну, трансляция будет происходить, то есть, естественно, как бы у меня всегда там 10 запасных вариантов, но может быть, может чуть-чуть подтормаживать интернет. Потому что у меня у мобильного телефона какая-то сумасшедшая камера с каким-то страшным разрешением, круче, чем у Спилберга. И я никак не могу ее отрегулировать, чтобы она, может быть, чуть-чуть поменьше давала качество, но не задерживала трансляцию. Окей, хорошо, друзья. Друзья, у нас с вами финальное занятие, финальное занятие практической магии. С легкой такой грустью я к этому делу подхожу, потому что за год, в общем, привык уже как-то к этим понедельничным эфирам. Вы, я надеюсь, что тоже. Но мне кажется, что мы классную штуку сделали, такой довольно сложный проект и энергетически довольно затратный. Но я почитал ваши отчеты. Мне кажется, что и результаты очень неплохие получились. И в целом, мне кажется, что мы с вами молодцы. Понимаете, вот, наверное, сейчас самое время сказать о том, что я очень часто делаю такие вещи. В мастерской, кстати говоря, тоже. Да, то есть, когда я даю какое-то задание, да, то есть, говорю, сделайте вот то-то, то-то. Обратите внимание на то-то, то-то. А на самом деле я имею в виду что-то совсем другое. Да, то есть, я хочу, чтобы ваш фокус внимания был на чем-то одном, но при этом, чтобы вы незаметно для себя сделали что-то другое. И что именно, вы пока в моменте, как бы я вам об этом не говорю. И потом, естественно, как правило, я рассказываю, объясняю, как все это устроено. И получаются более сильные результаты, нежели если я вам говорю, что вы делаете, что у вас получится и так далее. Вот с практической магией было то же самое. То есть, вроде бы, по идее, это был тренинг о достижении целей. То есть, мы с вами поставили цели, распланировали, делали действия, каждый день писали отчеты и так далее, и так далее. И у многих из вас цели были достигнуты. Я тоже всех своих целей, все назначенные, все сформулированные и поставленные цели у меня тоже были выполнены. При том, что, в общем, когда осенью я начинал это планировать, я не очень представлял, как это получится. В числе прочего, ну, финансовая цель, например, мне нужно было довыплатить кредит вот за эту квартиру. И там довольно большая сумма оставалась. И я не представлял, как это сделать. Ничего получилось. Ну, и некоторые творческие задачи, личные цели и так далее, и так далее, они тоже все были достигнуты. Но самое важное, это нечто другое. Я не случайно вам много раз говорил о том, что мы вместе с вами создали некое поле. Да, то есть мы вместе приходили сюда, и здесь начинало что-то происходить. Да, то есть это не просто, это не магия никакая. Да, то есть это, ну, может быть, и немножко магии какой-то. Скорее, скорее, некий обмен энергией. Скорее, некий обмен эмоциями. И вот эти изменения, они начинали каким-то вот 25-м кадром, начинали воздействовать на все остальное, что в вашей жизни происходило. И что-то начинало меняться. Какие-то перекосы начинали убираться, да, то есть дисбалансы какие-то начинали выпрямляться. И вот это вот и было для меня самое главное. И почему именно год, да, то есть можно сделать какой-то резкий такой, резкий скачок, да, устроить какой-то тренинг, где там несколько дней интенсивно сидеть, что-то там прорабатывать, получить какие-то инсайты и дальше, получив заряд энергии, да, действовать. Но я больше верю, я больше верю в марафоны. Я не верю в спринты. Ну, в них тоже есть своя прелесть и есть проекты, в которых лучше спринтами действовать. Но в случае трансформации, жизненной трансформации, лучше работает марафон. И вот мы с вами этот марафон прошли, этот год позади. И я надеюсь, что вы его запомните на всю жизнь. Ну, и, конечно, естественно, еще помимо всего прочего, у меня есть еще и задняя мысль. А она такая, что те из вас, кто, может быть, никогда в жизни не планировал писать сценарии и книги, да, и пришли на этот тренинг, не потому, что я учу людей писать сценарии и книги, да, для того, чтобы пройти какую-то жизненную трансформацию. Помимо этого заинтересовались и сценарным мастерством, и, там, придете, там, часть пришла на курс по роману, да, и кто-то, может быть, кто-то захочет именно сценарии писать. И для этого сейчас как раз идет набор на базовый сценарный курс. Вот кто-то из вас туда придет на базовый, вот. И следующий год для вас будет тоже таким годом мощной трансформации, если вы будете учиться писать сценарии, да. А те, кто приходят на базовый, они неизбежно остаются дальше и на сериальный, и на полнометражный, вот. И это уже такой наркотик, с которого творчество, это такой наркотик, слезть с которого очень сложно. Тем более, если за это еще и платят хорошие деньги. Вот, поэтому, конечно, есть у меня такая задняя мысль, чтобы кто-то из вас пришел дальше в мастерскую и, естественно, и научился писать сценарий. То есть, ну, на самом деле, конечно, вы можете и без мастерской попробовать писать, но это, что называется, пойдем длинным путем. Если есть короткий путь, да, который, в общем-то, дает гораздо большую эффективность, нежели любой другой, то, ну, зачем идти длинным путем, если можно просто прийти в мастерскую. Хорошо, сегодня мы с вами будем говорить о трансформации. Что такое вообще трансформация? А вот там кто-то первый драфт пишет. Вот, а потом напишите, когда, отложите его и потом приходите в мастерскую, пройдите, вот, хотя бы базовый пройдите и потом перечитаете ваш сценарий и поймете, что... Кое-что поймете по поводу него. Неизбежно. Что такое вообще трансформация? Это, ну, трансформация это изменение, да, и когда в мире происходит какое-то изменение, есть люди, которые остаются на неком, на неком прежнем уровне, да, то есть, вот делают что-то, что приносит результат и продолжают делать. Но мы с вами первое поколение, которое переживает огромное количество трансформаций мира, да, то есть, мир трансформируется чрезвычайно быстро. Вот за последние, там, тридцать лет он менялся полностью, менялся уже несколько раз. И за счет, там, политических изменений, и за счет, за счет научно-технического прогресса и так далее, и так далее. И таких изменений, такие изменения за всю историю человечества происходили, ну, может быть, там, пару раз. Один раз, когда, там, христианство появилось, да, христианство сменило язычество. И второй раз, там, в семнадцатом году, например, да, когда революция произошла. Да, я говорил, что будут, скорее всего, будут, если вы будете в эфире смотреть. В записи этого не будет, но в эфире, может быть, чуть-чуть будет, звук будет чуть-чуть заикаться. Из-за того, что трансляция идет с мобильного телефона. Ну, я надеюсь, что все-таки контент таков, что можно и потерпеть, можно и прислушаться. И я прям вот несколько, несколько недель назад, я прям вот для себя почувствовал, что моя трансформация закончена. Да, то есть, что очередной этап, некий, который начался несколько лет назад, что все, что он закончен, да, дальше следует, ну, дальше что-то уже следующее, естественно, будет. Но вот этот этап, который занял восемь лет, он для меня закончен. Можно начинать заниматься чем-то другим. И был человек, один из моих менторов, один из моих учителей, которому я очень сильно обязан в этой трансформации. Этого человека зовут Андрей Парабелл. Может быть, некоторые из вас слышали про него. Я проходил, я попал к нему в такой, в хороший очень его период, потому что у него были разные периоды, когда он очень по-разному себя вел. Я попал в период, когда он собственную трансформацию происходил и такую, и очень позитивную трансформацию. То есть, в этом смысле мне повезло. И я находился очень, что называется, близко к телу. То есть, мы с ним близко достаточно дружили. Я проходил его индивидуальный коучинг годовой. И наблюдал его, в общем, достаточно близко. И мы много общались и так, помимо каких-то программ. И Андрей умер год назад. Там отдельная тема. У меня есть там некоторые предположения по поводу того, почему это произошло. То есть, здесь не только какой-то физиологический вопрос того, что у него там был лишний вес, и ковид оказался для него смертельным. Но есть у меня еще кое-какие мысли по этому поводу, но неважно. Но важно вот что. То, что Андрей был мастером трансформации. И он людям в трансформации помогал прям очень здорово. То есть, он умел человека за очень короткий срок, давая точные задания тем людям, которые умели слушать. И задавая точные вопросы, он умел очень быстро человека по этой трансформации провести. И у него была очень хорошая методология трансформации. У него есть книга по этому поводу, есть тренинг трансформации, есть книга. Она распространяется бесплатно. И те вещи, которые я сегодня буду рассказывать, в общем, он неоднократно рассказывал и в свободном доступе, и в книгах, и в каких-то своих программах. В общем, я думаю, что как его ученик, я имею некоторое право его какие-то мысли в свободном доступе рассказывать. И это осмысление и его опыта, и моего какого-то опыта, связанного с трансформацией. Итак, изменения. Во-первых, что надо понимать? Надо понимать, что изменения неизбежны. То есть, если вы отказываетесь от изменений, если вы говорите, вот сейчас, то, что я делаю сейчас, меня полностью устраивает. Я больше не буду ничего делать другого. Вот я нашел действие, и вот я это действие повторяю. И если не проходить трансформацию, если не меняться, делать одно и то же действие, то со временем это действие перестанет приносить результат. Потому что существует закон энтропии, то есть все, мир меняется, то, что работало сейчас, через какое-то время оно перестает работать. Это можно было делать в мире, который был неизменен. То есть, если вы существуете в неизменном мире, если вы нашли действие, вы можете его просто совершенствовать, и все у вас будет в порядке. И вы будете получать нормальные результаты. Как найти действие? Как найти это действие, которое приносит результат? Смотрите, если есть какой-то человек, который делает какие-то действия, которые приносят ему определенные результаты, то если вы поймете, какое именно действие приносит ему этот результат и смоделируете его, сделаете это действие, вы получите, скорее всего, тот же самый результат. То есть, задача только понять, а какое именно, научиться понимать, а какое именно действие приносит человеку результат. Потому что очень часто люди, рассказывая о своем успехе, говорят не о том действии, которое принесло результат. Как разные мэтры по сценарному мастерству, да, когда проводят какие-нибудь мастер-классы, говорят, да нет никакого секрета, все самое главное это таланты и трудолюбие. Да, ребят, ничего подобного. Хреново гора секретов. Хреново гора разных техник, которые, если ты их делаешь, ты получаешь результат просто на голову выше, намного выше, намного лучше, чем получают те, которые этих инструментов не знают. Это просто настолько очевидно. Дальше. Следующие. При выходе на новый уровень появляются, у человека появляются какие-то новые свойства, появляются какие-то новые качества, которых у него не было на предыдущем уровне. При сохранении всех остальных условий. И самое главное, что следующий уровень, он всегда есть. Просто его всегда не видно. То есть кажется, что вот сейчас все, ну вот я не вижу, куда дальше двигаться, да, то есть у меня сейчас, да, то есть вот есть что-то, что я делаю, есть результаты, которые я получаю. И никакого способа перейти на другой уровень нет. Причем другой уровень здесь, смотрите, что важно. Андрей всегда говорил о финансовом уровне, на самом деле, да, то есть, поскольку он учил бизнесменов, да, там самый простой. Простой инструмент, да, измерение, да, это финансовый успех. В нашем с вами случае финансы могут быть показателем, но лишь одним из показателей, да. Может быть известность, слава может быть показателем. Может быть успех, скажем, успеху критиков может быть показателем. Может быть получение каких-то премий показателем, да. Может быть ощущение того, что вы сделали текст принципиально другого уровня. Тоже может быть показателем, да. То есть, может быть вы делаете какой-то текст, который вы понимаете, что сейчас он может быть даже как-то не особо выстрелит. Но это совершенно точно текст на все времена, который останется навсегда. И когда это получается, когда такой текст получается, это всегда видно. Это всегда чувствуется. Никогда так не бывает, что ты написал текст и думаешь, да, это фигня какая-то, раз, а потом оказывается, что он там совершенно гениальный. Нет, это всегда, по тексту всегда видно. И из-за того, что, то есть, уровня не видно, но он всегда есть. И иногда вы можете видеть только следующий шаг, а иногда и следующий шаг не можете видеть. Но важно, что при выходе на следующий уровень начинают работать новые законы. А старые законы перестают работать. То есть, то, что было верно на предыдущем уровне, перестает быть верным на следующем. Нельзя продолжать делать то, что вы делаете сегодня. Да, то есть, вот я делаю сегодня что-то для того, чтобы получить результат. И если я буду это продолжать, я на следующий уровень никогда не выйду. Как, например, я работал журналистом и писал сценарии, писал пьесы. И в какой-то момент я понял, что если я буду продолжать работать журналистом, я никогда не достигну тех высот, которые я хочу достичь в своем творчестве. И я ушел. В один день, просто в один момент ушел из газеты. Где занимал довольно высот. Я был очень большим начальником. Очень высокооплачиваемым. То есть, у меня был большой кабинет, огромный ньюсруб подчиненных и так далее. И я из этого всего ушел во фрилансерство, по сути. Но это дало мне очень сильный толчок. И следующий уровень, он включает в себя все предыдущие. Причем, вы понимаете, вот здесь есть некий парадокс. Да, то есть, нужно отважиться и прыгнуть в эту ледяную воду. Да, то есть, вот я отказываю... Вот у меня есть какие-то действия, которые я делал. Я получал какие-то результаты. Они меня больше не устраивали. Я делаю прыжок, отказываюсь от этого и перехожу на следующий уровень. Но отказ от того, что у меня было, приводит к тому, что я получаю что-то новое. А то, что было у меня, остается... То есть, если вы от этого отказываетесь, оно у вас остается на самом деле. То есть, вы все те результаты, деньги, известность, влияние, самоощущение... Да, оно все у вас остается, если вы откажетесь от действия. И в этом есть такой парадокс. И странно, что люди, которые боятся отказаться от этого, они на самом деле это теряют. То есть, я видел такое. То есть, когда, например, в 90-е провинциальная журналистика в России была очень крутая. То есть, быть провинциальным журналистом, в областной газете работать в каком-нибудь 95-м, 96-м году, это было просто вот топ. Это мега было круто. Я зарабатывал в Володе тысячу долларов. Это сумасшедшие деньги были. Мне квартиру оплачивали. То есть, я был просто король. И многие журналисты провинциальные в других городах, не только в Володе было. В Красноярске, например, была газета «Комок». Был издательский дом «Провинция», где тоже ребята там как сыр в масле катались в провинциальных этих газетах. То есть, это было круто. Это реально было круто. Но те люди, которые так и остались в этих провинциальных газетах, они сейчас потеряли все. То есть, они держались за это, боялись это потерять. Но они и это в итоге тоже потеряли. Дальше. Сегодняшние навыки, сегодняшние привычки, сегодняшние компетенции, они станут для вас лишь частью чего-то большего на следующем уровне. То есть, например, я работал в газете. У меня были определенные навыки писать тексты художественные. И дальше я начал писать сценарии. И, соответственно, какая-то часть навыков писательских, журналистских, навык сбора информации, например, обработки, структурирования, она встроилась в навык написания сценария. То есть, понимаете, да? Я не с нуля начал писать сценарий. А вот я приобрел некий навык. И в этом навыке, часть навыка, это были навыки мои журналистские. То есть, 10 лет журналистики, я их не перечеркнул и забыл. А все эти навыки встроились и усилили мои навыки написания сценариев. Дальше. При движении к следующим шагам. Тоже неочевидная штука. То есть, когда вы идете внутри уровня. То есть, вы выбрали что-то, что вы делаете. И внутри уровня идете. У вас планы, схемы, стратегии, они все время усложняются. То есть, у вас добавляется действие, которое вы делаете. То есть, вот все, что вы делаете, оно становится все сложнее, сложнее, сложнее. Когда происходит переход на следующий уровень, когда происходит этот скачок, происходит упрощение. То есть, вы вдруг понимаете. Опа! А, вот Анастасия пишет. Комок в Красноярске был крутой газетой. Я не был в Красноярске никогда. Но мне комок привозили оттуда. И это было просто 128 страниц. Огромная толстенная газета, которую ты садишься и просто полдня с огромным удовольствием читаешь. Не знаю, существует он сейчас или нет, но явно он существует сейчас не в том виде, в каком он существовал тогда. И такие издания, они происходили, они существовали везде. И, кстати, не только в России. Например, в Казахстане была такая газета «Экспресс-К». Тоже мощное, мощное достаточно издание. Но, неважно, не будем туда углубляться. То есть, важно, да. У вас сложность нарастает, нарастает, нарастает. И вы, в конце концов, начинаете просто вот уже не вывозить. То есть, столько действий. В течение дня нужно 70 действий сделать. И потом вы переходите на следующий уровень. И на следующем уровне вам надо одно действие делать какое-то. Например, опять же, когда там уже у меня последние, как бы, журналистские последние дни, да. Я, у меня эта жизнь была очень сложно устроена. Сложные интриги. Там борьба за выживание в крупном издании. Там куча действий в течение дня. Менеджмент, управление, управление редакцией. Там и так далее. Это все было очень, ну, такое, достаточно сложное. Вот. И я перехожу. И все. И все, что мне надо, это утром встать, написать 10 страниц текста. И все, как бы, я свободен. И я, как правило, к 9 утра это уже заканчивал. И бежал на пробежку. Дальше. Успех не является результатом действий. Успех это побочный продукт трансформации. То есть успех, по большому счету, он целью не является. Он является, является побочным продуктом. Деньги, слава, влияние. Вот это все не является целью. Следующий уровень всегда появляется не вовремя. Всегда нелогично. Всегда не к месту. И если вы... То есть... Нет подходящего времени для трансформации. Не бывает такого, что... Ну, а теперь начну-ка я трансформацию. Вот сейчас я все дела переделал. И теперь начну-ка я вот... Никогда так не бывает. То есть это всегда поперек. Это всегда... Всегда криво. То есть всегда вот оно, всегда ощущение дискомфорта. И в целом психология человека, она заточена на выживании и существовании в те времена, которые прошли. То есть мы всегда инструмент, который устарел. То есть мир меняется, да. То есть мы приобретаем какие-то инструменты, приобретаем какие-то навыки. И к тому времени, когда мы научаемся в этом мире существовать, мир уже меняется. То есть наши навыки, они всегда... И наши действия, то, что мы делаем, они всегда устаревшие. Мы всегда отстаем. Редко-редко есть люди, которые откликаются на время и действуют в соответствии со временем. И когда это происходит, происходит взрыв. Как, например, в рок-музыке в Англии 60-х годов. Когда сразу большое количество людей начало делать действия, которые соответствовали времени. И это мощный резонанс. И редко-редко бывают люди, которые начинают действовать, делать какие-то вещи, которые вперед. Время еще не готово, а они уже делают что-то, что как бы надо делать. Вот. И они, как правило, успеха не достигают. То есть из-за того, что они убегают вперед, современники не понимают, что они делают. А потом оглядываются и говорят, а вот, оказывается, этот человек что-то уже делал. Но уже как бы, уже поздняк. Если при трансформации форсировать переход и пропускать какие-то ходы, то всегда будет откат. И чаще всего это будет откат на уровень ниже предыдущего. То есть если ты пытаешься забежать вперед, то тебя не просто назад откинет, а упадете сильнее. Со стороны всегда видно тех, кто пытается перепрыгивать и пытается пропускать уровни. То есть это человек, который всегда пытается касаться больше, чем он есть на самом деле. Это всегда видно. И это дико бесит. И я несколько раз оказывался в такой ситуации. Понимаешь это только постфактум. То есть когда ты находишься внутри этой ситуации, ты этого не видишь. Трансформации могут проходить одновременно на нескольких разных уровнях. Когда вы сможете выстроить систему жизни, то есть по модулям, где у вас будет структура, где будут компоненты, шаги и уровни. То есть когда вы будете понимать, по каким уровням вы проходите, то и успех, и результаты, и трансформации, они станут предсказуемыми и осознанными. То есть вы будете понимать, куда вы идете, что вы делаете, какие результаты вы получаете. При этом меняетесь не только вы, меняется реальность, меняется окружающая среда, меняется самоидентификация. То есть меняется то, кем вы себя считаете и кем вы себя называете. И то, как вы себя видите в этом окружающем мире. Если вы видите... Вот, кстати, на самом деле всегда перед трансформацией... Вот как понять, что назрела трансформация? Происходит какой-то пипец. То есть какой-то локальный ужас какой-то происходит в жизни. То есть что-то ломается. Что-то прям конкретно сыплется, рушится. Вас с работы увольняют или еще что-то. Какая-то беда происходит. Вот если это происходит, значит пошла трансформация. Вот сейчас в мире происходит пипец. Причем сначала казалось, что это какой-то локальный пипец, который касается, грубо говоря, двух стран. Но, видимо, дисбалансы таковы, что трансформация назрела на уровне всего мира. И вот в течение четырех месяцев последних происходит, проходит трансформация вообще всего мира. В котором полностью меняются международные отношения. И, скажем, условно говоря, какая-нибудь J7, которая казалась, что это короли мира. Они управляют миром. Мы сейчас понимаем, что это просто какая-то группа клоунов, которая, в общем-то, ничего не решает. А БРИКС, которая тоже всегда казалась такой клуб каких-то таких недостран, да, новичков, мы вдруг видим, что это, оказывается, и есть самый настоящий клуб влиятельных политических персон. Я сейчас не хочу, чтобы вы куда-то в сторону политики начали двигаться, да, это неправильно. Просто мне важно, чтобы вы понимали принцип, да, что мы сейчас с вами находимся в ситуации глобальной трансформации. И каждый кризис, он приводит к трансформации. Предыдущий такой кризис был в 2014 году. Ну, тогда такая немножко недотрансформация прошла и ситуация подвесилась на 8 лет. Мощная трансформация произошла в 2008 году. Мощная трансформация произошла в 1998 году. Огромная трансформация произошла в 1990-1991 годах. И это, опять же, для некоторых людей это стало трагедией, и они потеряли все. Для некоторых людей это стало мощным трамплином, и они приобрели все. Но, как сказать, не то что ирония, да, а сложность в том, что в моменте, во-первых, ты не видишь, что делать, ты не видишь, куда двигаться, да, когда идет эта трансформация. И единственное, что ты можешь сделать, да, это себя как-то сохранить, да, то есть выжить тупо. Потому что пытаться в этой ситуации пытаться куда-то двигаться, ну, просто бессмысленно. Вернее, если у тебя есть цель, если ты понимаешь, куда ты хочешь двигаться, да, то туда и надо двигаться. Но если не понимаешь, то надо просто плыть по течению. Но самое главное не сопротивляться трансформации. То есть любая попытка сопротивляться трансформации придет к поражению. Очень часто перед трансформацией человек проходит через такую дилемму, да. Ему с одной стороны хочется вперед, хочется двигаться, да, то есть хочется что-то приобрести. но не хочется терять то, что у него есть сейчас. То есть вот у меня есть сейчас вот это вот, да, и я могу это потерять. И здесь надо смотреть, что вы, с чем вы готовы, что вы готовы потерять, и что вы не готовы потерять. Ну, например, условно говоря, у меня есть, там, работа, да, у меня есть семья. И я могу придумать для себя такой вариант трансформации, при которой я потеряю работу. Да. Возможно, приобрету какую-то другую. Но эту работу я потеряю. Или я могу придумать для себя вариант трансформации, при которой я потеряю семью. Да, например, я сделаю какой-то выбор, уеду в другую страну, или еще что-то, не знаю, в деревню уеду сад растить. Да, в этом случае я с высокой степенью вероятности потеряю свою семью. Да, то есть вот надо смотреть, на что вы готовы потерять, что вы потерять не готовы. Например, может быть ситуация, при которой человек готов потерять семью. У меня такое было. В одной из моих трансформаций я потерял, пережил развод со своей предыдущей женой. А уж работу-то терял много раз. То есть здесь надо смотреть, на что вы готовы потерять, что не готовы. И ждать, что... Вот я пока... У меня тут сейчас сложно, все не до трансформации. Я сейчас подожду, а потом все устаканится, и тогда спокойно, зимними вечерами я сяду, продумаю себе стратегию, и начну там куда-то двигаться. Это бесполезно. Потому что амплитуда будет только нарастать. То есть херачить будет... То есть если трансформация назрела, то вас будет со всех сторон фигачить. И точка принятия решения для роста, в которой вы принимаете за себя ответственность, в этой... Вот здесь очень интересно, да, вероятность, вероятность успеха, она всегда 50 на 50. Или да, или нет. Или получится, или нет. И никак иначе. То есть не бывает такого. Вот у меня 100% ничего подобного. Когда я запускал мастерскую, у меня вероятность была 50 на 50. Или получится, или не получится. И могло, или... И получиться могло, или не получиться могло. И не было такого, что я точно верю, что у меня получится. Нет. Но в тот момент, когда я принял решение, вероятность сразу же увеличилась. То есть вот момент принятия решения 50 на 50. Решение принято 70 на 30. Сразу же вероятность увеличивается в момент принятия решения. Вот сам факт принятия решения Увеличивает вероятность достижения успеха Дальше И даже если проходит супер положительная трансформация Всегда есть период скорби Из-за того, что предыдущий уровень потеряли И он вот прям по науке Все пять стадий вы проходите Будет отрицание, гнев, торг, депрессия И в конце концов принятие То есть вы пройдете Если вы с какой-то предыдущей жизнью со своей будете прощаться Вы все эти пять стадий пройдете Вплоть до того, что есть техники траура То есть когда у вас идет трансформация Вы прям реально говорите Хорошо, вот я был журналистом Ну допустим, да Чтобы понятно было, о чем идет речь Допустим, я был журналистом Я стану сценаристом Вот трансформация Мощная трансформация Которая очень многое во мне изменила Я объявляю траур По журналисту Александру Молчанову То есть я просто Этого человека Погребаю И оплакиваю И вспоминаю его Но для меня этот человек Эта субличность для меня умерла Я ее Прям траур Траурную церемонию провожу И то же самое можно делать По поводу любых изменений Развод Развелись И прям объявляю траур По своему разводу И неделю там хожу в черном Именно вот Как бы А через неделю снимаю траур И все Траур закончен Переезд в другой город То же самое Я объявляю траур По моей жизни в Сямже Да Вот я жил до 17 лет Прекрасно мне там было Счастлив я был Да Но уехал Все Житель Сямжи Саша Молчанов Умер Он похоронен Мы его оплакали Да То есть он больше Зомби Как зомби Из земли не встанет Вот И вот этот траур Он может помочь Выйти из Вот этой ситуации Ситуации Принятия Неизбежных изменений При этом Это проходит Даже При Самых качественных Изменениях В лучшую сторону Да То есть мне До сих пор Периодически Снится Что Мне там надо Что-то На первую полосу Поставить в газете Что я снова Работаю в газете Что мне надо Что-то там Заголовок Придумать Какой-то И так далее Да То есть вот До сих пор Таки сны снятся Это вот именно Вот эти остатки Непережитых Непережитого Траура То есть Важно здесь вот что Важно понимать Что трансформация Происходит Неожиданно И ее невозможно Запланировать С предыдущего уровня То есть она Как Как Наковальни По голове Падает На вас Внезапно Но Важно то Что Человеческая психика Она Она мега Адаптивна То есть мы Приспосабливаемся Вообще Ко всему А русские Ну русские Я имею ввиду Не национальность Русские Биологические русские Этнические русские Да Скорее Вот это наше Постсоветское Пространство Да Оно Именно благодаря тому Что Постоянные перемены Да Постоянное Экспериментирование В течение Там Последних Ста лет Оно Создало Невероятную Невероятную Адаптивность Невероятную Способность К адаптации Поэтому Наши Еще раз я подчеркиваю Да Речь идет Не об этнических Русских Да А о людях Которые были объединены Вот этим Огромным пространством Идеологическим Я бы даже В него включил На самом деле И вот эту нашу Часть Восточной Европы То есть эти Люди Да Они Рассыпались По миру И Они Показывают Просто чудеса Адаптивности Да То есть это как Бактерии Которые совершенно Спокойно живут Хоть при Минус тысяче Градусов Хоть при Плюс тысяче И нормально Нормально Существует Об этом Неплохо писал Был такой философ Александр Зиновьев Очень любопытный Любопытный Дядька Его сейчас Очень интересно Почитать Я был знаком С ним Мы организовывали Его выставку Когда он Еще карикатурист Довольно Тоже любопытный Когда я работал Журнальный крокодил Мы организовывали Его выставку В фитиле Так вот Он любопытную Штуку писал У него есть Такая книга Хомосоветикус И где он Написывал Что вот Представьте Ребята Вот все эти Огромные Динозавры Все эти Саблезубые Тигры Все эти Медведи Огромные Вот они Они смотрели Смотрели на Эту Слабую Обезьянку Без шкуры Без когтей Без зубов А вдруг Раз И оказалось Что эта Слабая Обезьянка Руководит Да Стала Венцом Эволюция Вот То же Самое Будет Происходить Советским Человеком Тоже Мир на него Смотрит Да Какой Жалкий Какой Жалкий Человечишка А потом Вдруг Раз И окажется Что Он Наиболее Адаптивен Он К любым Переменам К любым Переменам Приспосабливается Поэтому Наши Эмигранты Да Они Ну Мега Адаптивны Вот У нас Даже Целая Целая Прям Культура Такая Мигрантская Отдельная Существует Так Идем дальше Большинство Людей Ищут Трансформацию Не там Где она Есть Да То есть Большинство Людей Ищут Волшебную Кнопку Ребят Вы Вопросы Задавайте Походу Вы Я Сейчас Просто Не буду Отвлекаться На вопросы Вы Задавайте Все Я Потом Их Перемотаю И на все Вопросы Вам Большинство Ищут Волшебную Кнопку Да То есть Ищут Какое-то Действие Одно Или Какое-то Знание Которое Приведет Качественному Новому Результату Проблема В том Что Разовое Действие Не приводит К трансформации Оно Может Привести К такому Прыжку Какому-то Да То есть Вы Взлетаете Но Результаты Таких Разовых Действий Они Исчезают За За Несколько Месяцев То есть Должно Быть Такое Действие Которое Влечет Невозможность Откатить Назад Например Когда вы Переезжаете В другую Страну Раз уж Мы Об эмиграции Заговорили Или Переезжаете В другой Город Да То В этом Случае Уже Откатиться Невозможно У вас Изменение Окружения Вам Мешает Мешает Вашему Откату Так Что нужно Знать Чтобы Получить Качественно Новый Результат Проблема В том Что Знание И Понимание Не дает Ничего Да То есть Вы можете Прочитать Книгу О том Как Заработать Миллион И там Вот прям Пошаговые Действия Могут Быть И вы Будете Саботировать Эти Действия Да И не Понимать Почему Ничего Не Происходит Потому Что Есть Два Вида Действий Да Это Следующий Шаг И Следующий Уровень То есть Люди Очень Часто Путают Шаг И Уровень То есть Нужно Менять Принцип Действия Не Действия А Принцип Действия И В итоге При переходе На Следующий Шаг Появляются Новые Навыки И Улучшенные Результаты Да При переходе На новый Уровень Появляются Новые Свойства Да То есть Вы Начинаете Генерировать Принципиально Другие Действия Да То есть У вас Не Меняется Не Стратегия А Меняется Мета Стратегия Меняется Способ Придумывания И составления Новых Стратегий Например Как Телефон Превращается В Смартфон Да Вроде бы То же самое Да Но это Принципиально Другое Устройство Да Карета С лошадью Превращается В Автомобиль Да Автомобиль Это принципиально Другое Устройство Итак Как Проходит Трансформация По шагам Первое В первый раз Сталкиваемся С новым Для себя Уровнем Да То есть Надо Найти Способ Этот Уровень Увидеть Где-то Найти Каких-то Знакомых Которые Живут Существуют На этом Уровне Да То есть Его Надо Сначала Вы должны Увидеть Что он Где-то Где-то Существует И вот Для того Чтобы Увидеть Очень часто Мы его Просто Игнорируем Просто Не видим Нужно Открывать Глаза И смотреть А где Следующий Уровень Где тот Человек Который Который Живет На Следующем Уровне Дальше Получается Происходит Инсайт Мы понимаем Что Вот То Что Есть У него Или У нее Это Может Быть И у Меня То Я Тоже Могу На Этом Уровне Существовать Дальше Мы Пробуем Этот Уровень На Вкус Да То Здесь Можно Прям Устроить Для себя Такую Искусственную Искусственное Это Самое Да Например Не знаю Под видом Продавца Под видом Покупателя Вернее Пойти Посмотреть Не знаю Таунхаус В котором Вы хотите Жить Или особняк В котором Вы хотите Жить Да Прям Посмотреть А что Сходить В дорогой Магазин В который Вы хотите Сходить Да Поехать В путешествие В какое-то В которое Вы хотите Иметь Да То есть Каким-то Образом Заглянуть На Этот Уровень Дальше Вы понимаете Что новый уровень Возможен Его можно Потрогать А если так То его можно И получить Дальше Принимаем Решение В неуверенности В 50 на 50 И подтверждаем Его радикальными Действиями Да То есть Начинаем Что-то делать И получаем Какой-то Первый результат Дальше Намечаем Цель Примерно Представляем Направление Дальнейшего Роста И дальше Начинаем Делать Хаотичное Движение В сторону Цели То есть Мы пока Не знаем Какое Действие Нас Приведет К цели Поэтому Надо Делать Сразу Все Пробовать Разные Много Много Разных Действий Тони Робинс Называл Это Massive Action Plan Да То есть План Огромного Количества Действий Из которых 90% Не приведут Никакому Результату Естественно Для этого Нужно иметь Высокий уровень Энергии Достаточно Затем Смотрим То есть Делаем И получаем Обратную связь Это действие Сделали Получили Результат Это действие Сделали Не получили Результат Прекратили Это действие Делать И оставили Только те действия Которые Результат Приносят И в конце Концов Переходим От хаотичных Действий К системным Действиям И ежедневным Действием И они Превращаются В навыки И превращаются В привычки Затем Получаем Закрепляем Результаты Просчитываем Шаги Навыки Компетенции И до Выхода На следующий уровень До уровня Уверенной Компетенции И Смотрим На То Как Мы Телом Существуем В этом То есть Что нам Надо На уровне Тела Изменить И Как мы Что Чувствуем Это На уровне Тела На уровне Эмоций Какие Эмоции Мы Переживаем В процессе Этой Трансформации И Какие Мысли Что Мы Думаем По этому Поводу И Смотрим На То Что Вокруг Вас Происходит Что Со Средой Происходит Что С отношениями Происходит Да И Что Происходит С идеями Концептами Да То есть Как Меняются Как Меняется Ваше Понимание Мира Дальше Принимаем Решение Да Дилемма Трансформации Да И хочется И колется Да То есть Принимаем Решение Отчего Мы Отказываемся И вот Только В момент Отказа От Чего-то Предыдущего Происходит Выход Скачком На новый Уровень И дальше Смотрим Проявляем Фиксируем Новое Качество Закрепляем Результаты И Детали Уже Докачиваем До Необходимого Минума Но Мы Уже Там Мы Зацепились И уже Возврат Обрат Невозможен То есть Модель В целом Упрощенно Выглядит Так Много Много Действий Трансформация Привычек Появление Новых Навыков Появление Новых Компетенций Дальше Трансформация Области Жизни И Много Трансформации Областей Жизни И Наконец Глобальная Трансформация Уровня Жизни Целиком И все И вы Переходите На Новый Уровень Таким Образом На каждом Уровне Есть Свои Усилители Какие Основные Усилители Это Состояние Потока Да То есть Когда Вы Ловите Волну Что Называется Да Вы Чувствуете Что Вы Делаете То Что Надо Поток Возникает Тогда Когда Есть Баланс Между Сложностью Задачи И уровнем Ваших Навыков Да То есть Когда Задача Чуть Чуть Сложнее Ваших Навыков Да То есть Вы все Время Учитесь Да То есть Но у вас Не происходит Рутинизации Да То есть Решение Задачи Но и в то же время Вы не оказываетесь В тупике Да Не оказываетесь Такие Я не понимаю Что происходит Я не знаю Что мне делать Дальше Да То есть Вы решаете Сложные задачи Но Вам каждый раз Удается Найти решение Наставник Тут все Понятно Да То есть Проще всего Пройти Трансформацию Тогда Когда человек Чьи результаты Вы хотите Получить Является Вашим Наставником В идеале Если у этого человека Еще высокий Достаточно уровень Саморефлексии Да То есть Когда он понимает Ага Когда он свои действия Анализирует То есть Сделал что-то И проанализировал Ага Что мне принесло Вот этот результат Вот это действие Потому что Очень часто Люди Которые берутся За наставничество Они сами Действия Не анализируют И не понимают Какое именно Действие принесло результат Ну и Самоуважение Да То есть Уверенность в том Что вы В силах Справиться Со всеми Подробными Проблемами Да Использовать Все возможности И самое главное Что вы Верите В то Что вы Заслуживаете Того Чтобы быть счастливым Да А счастье Оно В конечном счете И является Той самой целью Которой мы стремимся Вот Собственно Главное Что я вам Хотел Сегодня Рассказать Здесь По разному Можно в нее Входить Ну хороший Вариант Есть Тоже Очень умный Чувак Такой Богданов Дмитрий Богданов В каком-то Смысле Я считаю Что он Гений Уровня Там Ну не знаю Да Винчи Например Потому что Абсолютно Потрясающий Универсальный Парень Рисует Как художник Музыку Сочиняет Как композитор А те вещи Которые Он делает В тренингах Своих Они Ну Прозрение Совершенно Уникальное У него Нет книги Но у него Есть тренинги У него Такая Система Тренингов Матрица И я Советую Пройти И В особенности Его матрицу Денег Недавно У него была Матрица Времени Ну в общем Все Возможные Его тренинги Я рекомендую Пройти У нас Был с ним Эфир Он был у меня В эфире Тоже можете Найти Мы о деньгах Как раз Говорили с ним О матрице Денег Вот если Интересно Найдите Его эфир Он есть И здесь Я его Недавно Выкладывал Где-то В видеозаписях Можно найти И на ютубе Он точно есть Он точно есть На нашей Странице Мастерской Вконтакте И Вот он Советует Сделать Такую Стратегическую Точку То есть Уехать Куда-то В какой-то Город И Пару дней Не имея Там Никаких Задач Да То есть Ни шопинга Ничего А просто Уехать Выдернуться Из Обычной Жизни И Там Какое-то Время Привезти В Праздности И Потом Отдохнув Успокоившись Спокойно Сесть Где-то В кафешечке И Посидеть И Запланировать Вот эту Трансформацию То есть Наметить А куда Вы хотите Двигаться Вот При этом Знаете Если вы не знаете Куда двигаться Вы можете двигаться В любую сторону То есть Если вообще Нет понимания Куда двигаться Можно двигаться Куда угодно Да То есть Если нас Окружили Да Это же Прекрасно Мы можем Атаковать В любом направлении Вот В жизни Точно так же Если вы не знаете Куда двигаться Можно двигаться В любом направлении Так Хорошо Друзья Вот то Что я вам Хотел рассказать Да Я вижу Что идут Скачки Потому что Еще раз Я вас Предупредил Об этом О том Что будет Такая Проблема И Теперь Готов отвечать На ваши вопросы Сейчас я посмотрю Какие тут есть Много там Написали Давайте Только вчера Отказалась От того Что ждала Год Утром Позвонили И сказали Так Есть Это не вопрос В этом году Сиганула В эту холодную воду Месяц Седьмой Полет Нормальный Думала Что отказываюсь В результате На новый уровень Трижды Отказываюсь От привычного Каждый раз Плюс Я как литературовед Часто думаю О литературе Которая В какие-то Периоды Отвечала На запросы Время Да Это интересная Тема Здесь Понимаете В литературе Есть еще Некая Периодичность Был такой Литературовед Иван Никонорович Розанов Он написал Замечательную Книгу Под названием Литературная Репутация И вот там Он очень Интересно Описывал У него есть Некая Спираль Развития Русской Литературы Ломоносова Державина И там Интересно Очень Описывает Ломоносов Державин Пушкин Некрасов Блок И тут Маяков Маяковский Ну и я бы Дальше Добавил Бродского И Евтушенко Там идет Вот такая Спираль От Условно говоря Искусства Для искусства И Искусства Для народа И на нашей Литературе Это Прямо Видно Как Это Спираль Движется Так Я поняла Цепляюсь за старое Так как страшно Потому Так криво И тяжело И Так Наоборот За трансформацию И новые пути Ну Это у всех так Так Вы прям Года точно назвали В которых тоже была Мощная трансформация Это у всех так Мы все так Проходили Через Через эту трансформацию Так Иду через депрессию Траур Прислала сама жизнь Просто так совпало И сейчас Понимаете Опять же Вот сейчас Мы Здесь просто Немножко затянулась Трансформация Потому что Ковид Это тоже был Тоже был кризис И тоже была Трансформация Вот И получилось так Что у нас Кризис затянулся Мы уже 3 года В этом кризисе Так Траур Именно по своей личности Если по тем Кого оставила Типа Нет Это не обязательно По своей личности Это я пример привел Потому что Понимаете Например Переезд в другой город Это тоже трансформация Развод Это тоже трансформация Окончание Какой-то дружбы Это тоже трансформация То есть Мы на самом деле В течение жизни Понятно Что я так Крупными мазками Описал Но мы с вами По большому счету Мы постоянно Проходим трансформации И по разным Линиям Нашим сюжетным жизнью Мы постоянно Проходим Разные Большие Маленькие Трансформации Спираль Сейчас эпоха Некрасова Да Совершенно верно Но там Немножко тоже Меняется Мне кажется Еще виды Искусства Меняются Мне кажется Что В последнее время Очень сильно Выросла роль Драматургии Последние Лет 20 Я думал Что это Какая-то Случайная Флуктуация Связанная С работой Театра Дог Но Именно для России И вообще Для постсоветского Пространства Мне кажется Что именно Драматургия Стала тем Главным языком То есть Там Главные писатели Постсоветского Пространства Опять же Да Здесь надо Осторожно Очень Как бы Говорить об этом Потому что Там Скажем Максим Курочкин Украинский Драматург Паша Парижко Белорусский Драматург Да Наши Там Например Слава Дурненков Да Это все На мой взгляд Это Авторы Первого уровня То есть Что именно там Именно в драматургии Происходило Все самое интересное А не в прозе И не в поэзии Это признаки того Что у нас всех Трансформация началась Да Естественно Естественно Друзья мои Хорошо На этом Мы с вами будем Заканчивать Я Те кто Те кто Идет в мастерскую Дальше мы с вами У вас там уже есть Предварительные задания Там нужно смотреть кино Я Понимаете Я советую Занимать Не откладываясь На последний момент Во первых Осталось Уже у нас Начался Последний отчет Осталось 26 дней До повышения цены 1 августа Вырастет Цена На 10 тысяч рублей Поэтому лучше За 69 тысяч Купить Курс Чем за 79 Места Пока есть И Там Большой достаточно Список Литературы Для чтения И большой достаточно Список фильмов Для посмотреть Поэтому я советую Как можно раньше Попасть на курс Получить к нему доступ И начинать Начинать смотреть кино И начинать читать книги Потому что потом Времени не будет Вот сейчас Лето Время для этого Также Вам последнее задание Написать В своих Соцсетях Отзыв Восторженный Хвалебный Отзыв О практической магии И Добавить Ваш отзыв Ссылку На Эту страницу Курса Можно Вконтакте Либо На ютубе Тоже на ютубе Все записи Есть Нашей сценарной Мастерской Можно на Там Туда ссылку Поставить Возможно Кто-то из ваших друзей Из ваших подписчиков Тоже захочет пройти Записи Все останутся И на ютубе И на И вконтакте И Соответственно Попрошу вас Написать Этот отзыв И прислать Ссылку На ваш отзыв Сюда В комменты На это видео Я Это моя такая Моя маленькая Награда Я с удовольствием По окончанию Курса Сяду Сегодня вечером Достану Пивко Из холодильника И буду С удовольствием Ваши отзывы Читать И думать о том Какой я молодец Какое я Большое и великое Дело За этот год Сделал Спасибо вам За то что были со мной Люблю вас Пишите сценарии Счастливо Счастливо Счастливо